Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Радио «Радонеж». Вы можете звонить к нам в студию по телефону 8-495-959-5939 и задавать ваши вопросы. У микрофона протория Дмитрия Смирнов. А также, дорогие слушатели, вы можете нам присылать ваши вопросы в студию на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Пачкнул, пока начнем с тех вопросов, которые к нам пришли по интернету. По каким признакам можно понять, истинное ли христианство у человека или мнимое, встречая людей, которые и Бога любят, и на все службы ходят, и в молитве пребывают? Ну вот, к людям у них скорее равнодушие, чем любовь. Ну, например, вот Старий Силуан говорил так, а ты посмотри, любит ли он врагов. Вот такой признак. Вообще, Господь нам дает в Евангелии некоторые такие критерии, которые мы можем судить, достигли человека какого-то христианства в своей жизни. Но то, о чем говорит Господь, воспринимается часто как некое уже совершенство. Тебя ударили в одну щеку, подставь вторую. И здесь, конечно, человек говорит, ну, я боюсь, что я очень далек от такого состояния. Значит, я еще не христианин? Да, еще пока нет, конечно. А еще кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Еще говорит, я не могу. Ну, пока еще нет, значит. Но при этом о любви к Богу говорят. Ну, говорить-то все-таки легче, чем так жить. Ну, нельзя сказать, что человек не любит Бога, когда он начинает... Нет, конечно, любит, но... Ну, вообще, большинство, конечно, не любит. У них нет такого отношения к Богу с любовью. Там страх, благоговение, это еще встречается. А так, любовь, это все-таки довольно редко. Нету личных отношений. Но вот во время молитв, особенно чтения акафистов, люди говорят, слезы умиления появляются. Если это слезы умиления, потому что, может быть, слезы другие. Сами слезы, я имею в виду физически, из слезных мешочков выходит некая жидкость. Соленая на вкус. То это совсем необязательно слезы покаяния. Ну, не покаяние. Это могут быть чувственные такие. Ну, вот действительно, слова, может быть, молитвы. Или восхищение самим собой. А, то есть человек так доволен вообще состоянием. Ну, вот, да, вот такое состояние его посетило, что вот он прям так собой доволен. Он ближе к тому фарисею из Принчи, который ушел менее оправданным. Но понять, люблю я Бога или нет, можно только через исполнение заповедей его. Или все-таки есть какой-то... Это, для меня, это вопрос трудный. Я не знаю, что сказать. Вот когда человек начинает воцерковляться, у него есть, ну, некое чувство, наверное, которое его подвигает к изменению жизни. У меня это было так давно, что я вот как-то не помню. И вот я помню самое сильное чувство, которое сейчас бывает, это чувство благодарности к Богу. Когда начинаешь видеть в каждом деле его действия. Да, его участие, да. То он как бы, Бог тебе открывается. Есть вопросы у нас, батюшка. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, батюшки. Вот знаете, я хотела спросить на позапрошлой передаче. Вы рассказывали, зашел разговор отца с небесным. И вы сказали, что вот его, если уж человек в себе воссоздал, не должен говорить, сохранять, вот как купец драгоценный камень, да. Вот. Ну, у нас такое тяжелое время, вот время какой-то вот сюда с вольностью. Ну, просто очень тяжело каждый день. Действительно реагируешь на все вот эти себя, знаешь, реагируешь, чтобы ты не сорвалась, или там не осудила еще что-то. И очень тяжело только устоять даже в течение каждого дня. Тут не до какого-то вот, ну, нахождения или там создания. Вот можете подскажете, как это... В наше тяжелое время, мне кажется, только монашки. А я вообще ни слова не понял из-за вашего монолога. Вообще ничего не понял. Ну, какое наше время тяжелое? Дома топятся. Одежды столько, что нам не сносить за всю жизнь. Еда есть. Есть даже возможность читать любые книги. Храмы в шаговой доступности. Ну, вот у нас в Москве. Какое там тяжелое время? Вот это я немножко не понимаю. Вот не осуждать, но это время тут ни при чем. Это мы сами осуждаем. Что требуется-то? Каждый человек считает, что его эпоха трудная. А он же не жил другой. И поэтому те трудности, с которыми стал... Я родился при Сталине. Возрастал при Хрущеве. Жил при Брежневе. Ну, помню еще Маленкова, так сказать. И что, тогда время было, что... Проще, легче? Да нет. Всегда есть трудности, но свои. Ну, вот человеку кажется, что его... Ну, кажется, но я дерзну ответить, что это именно кажется, а не что-то, на самом деле, серьезное. Мне 33 года. На днях стал отцом, родился сын. Очень хочу воспитать его для Бога, христианином. Ввиду моей неопытности и молодости не знаю, как и с чего правильно начать. Подскажите. Это вы уже опоздали, мой дорогой, на год. Воспитание своего будущего ребенка нужно начинать до зачатия. С чего? Ну, читать книги о воспитании детей, о возрастной физиологии, психологии. То есть быть уже готовым к тому, с чем ты столкнешься, когда он родится. Да, потому что ребенок, младенец, первые там два года жизни, он каждую неделю новый. А тут, говорит, так, ребенок родился, жена мне родила, сейчас я позвоню, вы мне скажите, что мне надо делать? Ну, видно, нет объекта своего, на что воспитание свое направить. Ну, можно же вообще книги читать, фильмы смотреть. Ну, вот нередко к нам обращаются наши слушатели с просьбой рекомендовать, потому что, видно, книг стало много. Так рекомендовать, нужно вот взять носик туда опустить и поворошить. Одну почитать, вторую найти себе по уму и начинать. Спасибо, есть вопросы. Алло, добрый вечер. Вечер добрый отцы, благословит Раба Божий Петр. Отец Дмитрий, прошу вас, вот легкое смущение у меня какое-то, вот отчего. И вы даже, кстати, как-то говорили об этом давно, там, Великим постом, еще в этом году. Вот люди, которые умершие, да, наши молитвы о них, наши записочки, которые мы подаем, что для них это, ну, да, это особая радость, но вроде как сущность их пребывания, так сказать, там в Аду, она как бы не меняется. Ну, вы еще сказали, что это как вот, ну, человек осужденный, там, сидящий в тюрьме. Ну, вот вроде как передачку там получил какую-то, да, и все. Вот у меня вопрос в связи с этим, смущение-то в чем заключается? То есть наша молитва к Богу и молитва церкви, когда мы подаем эти записки, оно все-таки может поменять, скажем так, участь усопших людей? Ну, в всяком случае, мы в это верим, что может. Иначе какой смысл молиться? Вот, вот у меня как раз вопрос, то, что все-таки я это и делаю, потому что я это верю. То есть все-таки их какое-то, их какая-то, я не знаю, как подобрать правильно слово, их форма, их сущность все-таки может поменяться. То есть если человек, скажем, допустим, ну, то, что называется, в преддверии ада, все-таки мы можем, здесь живущие люди, церковь, мы можем его вымолить. Это так? Слово вымолить мне не нравится. Потому что Бог, мы не можем его ни к чему принудить. А вымолить, это значит заставить сделать по-нашему. Умолить. Ну, умолить, это лучше. А вот в чем ваше смущение? Вы боитесь, что зря молитесь, что ли? Нет, как раз наоборот, батюшка. Ну, так и молить на здоровье. Я это и делаю. Так, ну, хорошо. И я это делаю. Ну, вот тогда, тогда, тогда все. Тогда мое смущение, слава тебе, Господи, оно развеяло. Любое смущение, оно от дьявола. Ну, вот. Значит, теперь его нет. Спасибо вам, батюшка. Ну, я рад. Хоть на что-то пригодился вам. В житии мученика Уара, мы знаем из него, что он молился за людей, которые даже были не крещены. И Господь оказал им милость по молитвам своего угодника. И вот к нему люди даже обращаются о своих усопших, некрещенных родственниках. Да, конечно. И есть такой вот храм у нас под Москвой, мученик Уара. Туда много людей съезжается в день его памяти. Вот. И раз уж люди, я думаю, что получают ответ от Бога на свою молитву, обязательно получают. Да, но этот ответ, он такой, как бы, ну, как апостол однажды выразился, как сквозь тусклое стекло. То есть, какое-то свидетельство в сердце есть, но такой вот бумаги с печатью нет. Никакой чек ниоткуда не выполняет. О, как это часто. Люди говорят, как утвердиться или убедиться? Да. Вот это да. Все хотят убедиться, все хотят, а где грань? Вот вынь и положь, дай ему грань. А эта грань, она в сердце, через совесть проходит. Апостол однажды сказал, мы все спасены в надежде. В надежде, да. Замечательно. А вот это... Мне тоже очень утешительно. Ну, вот людям этого недостаточно. Лишь в надежде пребывать. Я это отношу к недостаточной вере. То есть человеку вот просто надеяться, это вот свидетельство. Просто надеяться, это же добродетель христианская. Но если веры нет, то что говорить о надежде? Но оно все проистекает от недостатка веры или недостаточной веры. Да, вот, к сожалению, это так. Как правильно выбрать для себя и ребенка десяти лет меру поста? На чем надо сконцентрировать внимание при этом выборе? На терпении. То есть отказаться от того, что дается терпение. Ну, вот, в разговорах о посте и в упражнениях и в посте главное терпение. Ну, тут сам человек для себя должен это выбрать или это... Нет, ну, десятилетнего ребеночка нужно, конечно, помочь. То есть вместе. Тут должен папа или мама ну, посмотреть, сами они знают, что ему тяжело, что ему полегче, и выбрать вот эту меру. А взрослому человеку? Взрослый уже может сам. Некоторые пытаются ну, это возложить на своего духовника. Ну, если этот человек действительно духовник, а не второй раз в жизни видит этого человека, то он тоже может помочь. Ну, именно помочь. То есть не назначить... Ну, конечно. Ни один духовник не знает всех болезней своего подопечного. Спасибо. Есть вопрос. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Дмитрий, отец Александр. У меня вот такая проблема семейная. У меня сестра ей 66 лет. Она страдает игроманией. Уже давно, 45 лет, занимается этим. Вот сейчас закрыли автоматы, это она, значит, лотерейный билет покупает на всю пенсию. Вот себе ничего не покупает из одежды. Вот уже холод наступил, у нее даже колготок нет. От жадности она ничего не покупает. И как в одном человеке сочетается патологическая жадность, патологическая расточительность. Я этого не понимаю. Ну, запросто сейчас расскажу вам. Хотите? Да, хочу. Вот есть такое выражение. Оно есть во всех языках. Оборотная сторона медали. Сребролюбие. Оно имеет две стороны. Первая сторона мотовство, а вторая скаридность. Это просто два проявления одного и того же. Только одна сторона орел, другая решка. Поэтому это очень органично. Она же тратит-то на себя. Очень многие там мужья, ну, вот, жене что-то надо, он нет. А себе, пожалуйста. Но она себе ничего не хочет покупать? Нет. Это с нашей точки зрения. А для нее самая сладость это игра. и она всем жертвует. Это уже безумие какое-то получается. Ну, это с нашей точки зрения. А с ее-то все нормально. Все нормально. Она же знает, что ей купят. Вы, например, возьмете, купите колготки. А может, даже ретузики шерстяные. Вот она этого добивает, чтобы кто-нибудь ей что-нибудь купил. И обязательно купит. Мир не без добрых людей. Спасибо. Всего доброго. Пожалуйста, и вам всего доброго. И вот начинают воспитывать такого человека уже преклонного возраста, склоняя ее к каким-то разумным поступкам. Нет. Ну, дело в том, что это же есть такое душевное заболевание. Игромания. Очень такое серьезное заболевание сродни наркомании, допустим. Потому что тоже при игре серотонин вырабатывается. Он дает человеку блаженство. Это вылечить, это надо в стационар. Укладывать человека надолго. Ну, а если не идти на поводу вот у ее бесконечных просьб ой, помогите, ой, мне трудно, вот я впроголодь живу, а всякие увещевания, что перестанет. Нет, нет, нет. Увещевать это всегда бесполезно. Чтобы увещевать, авторитет увещевателя должен превышать модуль страсти. страсти. Ну, это редко бывает. Вот там предел. Страсть, она очень, это же сильнейшая вещь. Ну, вот как алкоголик. Ну, что, пообедать или выпить? Ну, понятное дело. Ну, вот диагноз поставлен. Чем помочь? Вот у нее такое заболевание. Идти на поводу от того, что вот, ну, мне надо это купить. Нет, помочь можно только в стационаре. Не соглашается, а сейчас принудительно. Ну, не соглашается, это уже на волю Божию. Но огромное количество людей не соглашается. Мишка Денисенко не соглашается быть там просто епископа моему подавая патриарху. Ну, вот в этой ситуации оставить человека в покое. Ну, можно так выразиться. То есть не пытаться его каким-то образом переделать. Ну, бессмысленно. Если ничего не получается, зачем? Просто раздражаться? Ну, раздражает уже то, что человек живя безумно от всех что-то хочет. Ну, так можно так устроить, что его эти просьбы не долетят. Телефон заблокировать. Ну, хотя бы. Алло, добрый вечер. Нету? Ну, давай твои посмотрим. вот как раз вопрос. Как бороться с неприязнью к людям? Дайте, если можно, практический совет. Ну, преодолевать неприязнь. Сначала вести себя с ним так, как будто он твой приятель. Сдерживаться. Неприязнь надо сдерживать. А потом, если долго общаться с человеком, то всегда мы найдем в нем черты, которые для тебя будут приятны. Нередко неприязнь вызывает коллега по работе, с которым вынужден находиться целый день в одном комнате. Ну, да, в частности. И причины неприязни бывают именно в том, что общение постоянное. И понимаешь, что уволиться не могу, не найду работу. И изменить ситуацию не в моих силах. Нет, в твоих. Надо меняемся-то внутри. Неприязнь это же мое свойство. То, что мы обращаемся с неприязнью на другого, это наша ошибка. И методологическая, и аскетическая, и какая хочешь. То есть предъявляя претензии к недостаткам человека. Вместо того, чтобы победить в себе эту неприязнь, чтобы она нами не властвовала. Но нужно себя в чем-то убеждать, или как-то о чем-то особо просить Господа. Да, особо просить Господа. себя убеждать. Но это уже, извините, как это будет? Аутотренинг некий такой. Недавно, сидя в автомобиле, увидел возле магазина старика на вид нищий или бомж. Подумал, вот Господь дает мне возможность послужить ему. Подошел и спросил, не хочет ли он есть. На что тот резко ответил, нет. Стало не по себе, как будто обидел человека. Как поступать в таких ситуациях? или я возомнил себя про возможность послужить Богу? Не понимаю. Ну, конечно. Более того, он, человек этот, был настроен на награду. Что сейчас будут благодарить, что слезы из глаз брызнут, что он скажет, месяц не ел, и вот ты единственный добрый человек, и все такое прочее. Тут и тщеславие, и чистолюбие, и нарциссизм, и много очень качества проявились. Господь сразу это все разрушил, потому что человека нельзя в этом утверждать. То есть вот это вот душевный порыв, вот он, сейчас я помогу ради Господа. Сейчас. Прежде чем подать милостыню, она должна спотеть в твоей руке. все надел с прожданием, с рассуждением. Часто рассказывают случаи, когда просил человек, прошел мимо, спохватился, а его уже нет. Ну да, потому что никакого доброта в сердце нет, поэтому человек поступает автоматически. проявил жестокосердие, раскаялся. Не жестокосердие проявил, а свойства своего сердца. Ну, там много всяких свойств. Там же гады, их же не из числа. остановился человек. Может быть, и спешил. Нет, вернусь. А уже нет того, кто просил. И получается, что вот как Господь к нам обратился, мы прошли мимо просящего. А как же тогда насчет времени, чтобы вспотело в руке? Вот так? Не терять из видов. Ну, требуется тут некой опытности. Ну, конечно. Христианство требует от человека опытности. Это наука всех наук и искусство всех искусств. Но это нужно постоянно желать Божьего. Спасение. Понятие, оно вроде всем известное, а вот смысловое содержание его у всех разных. А главный смысл? Желание помочь. Это путь к спасению. Смотря какая у этой картины рама. Ну, рама из наших страстей. Ну, вот тогда глядите, как опасно ходите. Ну, вот воистину возникает ситуация, что даже в добром намерении большая опасность может быть. ими, этими намерениями, весь ад вымощен. Вася, сейчас мы разубедим наших слушателей, что нужно вообще помогать в чем-либо ближним. Не собираемся даже. Оказывается, что в добром делании может быть отрицательный результат. Да что, в основном. Но когда человек навязывает другому свое мнение, этот результат очевиден. Ну, это самое часто распространенное такое. Хотя, он говорит, ну, я же хотел как лучше. Ну, так мы знаем, что получается от этих хотел как лучше. Как по-христиански следует реагировать, когда видишь несправедливость по отношению к другим людям? По-моему, у нас вообще весь мир живет и очень далек от не только от справедливости, а вообще от каких-то приличий хотя бы лицемерных игрушек. Сейчас мы живем в мире ну, от открытого уже такого ханства силы. Ну, когда это происходит далеко от нас, это хотя и огорчает, но... на улице происходит и в транспорте, и на работе, и где хочешь, где ты от этого перережешься. И вот, когда это происходит непосредственно рядом с нами, какова должна быть реакция христианина на это? Она по-разному. В зависимости от наших возможностей. Да, от возможностей и от того устроения, в который миг мы находимся. Потому что можно так случай вроде вполне соответствует, а мы сами в нас готовности нет. Ну, вот видим, что на человека клевещут с корыстной какой-то целью. Здесь как быть? Ну, заградить уста клеветнику. Сказать громко, прямо, все, что ты сейчас сказал, абсолютная ложь. может, что-то действительно нужно рассудить. Да, это очень непросто. То есть, вот, Богу угодно, чтобы мы, чтобы у нас все время голова работала. Но не хватает жизненного опыта. Мы не можем просчитать или понять, что лучше. Просчитывать не надо. Это делается совестливой интуицией. Как тут просчитаешь? Все возможные варианты, как в шахматах, но это невозможно. А тут именно по чувству, который дал нам Бог, называется она совесть. Это чувство. Оно, вернее, я говорил. Но вот Господь в Евангелии говорит о столкновении двух царей, у которого одного малое войско, другого большое. И вот, говорит, прежде, чем идти против более сильного, посчитать, конечно. Здесь же все-таки расчетники. Есть еще различные форы. лев. Например, у одного полководец войска и шаг, а у другого лев. Это уже, считай, лишние сто тысяч. Вооружение. У этого палки, а этого копья. Еще. Так что можно и с меньшими силами учитывать разные вещи. Даже всегда учитывалось, кому солнце в глаза, а кому в затылок. Все-все-все учитывается. И это должно оцениваться мгновенно. А не то, что сидишь там на смартфоне считаешь. Мгновенное принятие решения это уже дар Божий. Да. Да. Поэтому полководцы бывают талантливые и бывают тупые. Основанные еще и на богатом жизненном видном опыте. Может, не на богатом. Александр Ярославич Невский. Ему восемнадцать лет было, когда он там немчуру потопил. Ну, что ж, это действительно талант от Господа. Ну, но его сердце горело любовью к Богу. Это вот мы знаем из его жизни описаний и вообще из его всех деяния. Что-то тем более. Да. И вот это, конечно, горение, оно и дало ему вот этот прибавок. то, что не учли его противники. У них опыт был поболее. Да, но они профессионалы были. Не то, что это ополчение смешное. Но зато такой видесь он зажигает остальных чем-то таким очень важным. Как реагировать по-христианским в том случае, когда возникает отчуждение из-за разногласий в отношении к нашей истории XX века. Одна моя знакомая с трагическим событием XVII года прошлого века относится очень поверхностно. При любой власти гибли люди. И не надо это как-то драматизировать. надо драматизировать. Это ни к чему. Потому что это была сплошная драма. Куда ж еще больше драматизировать? Никакой нужды нет. Это была такая бессовестная операция, драматизация. тут не надо драматизировать. Все говорит о себе само. И при этом человек взирая с высоты сегодняшнего времени... Так пусть что хочет то и делает. Отец Александр Скоро страшный суд. Ну судя по событиям в мире, да. Не за горами. Что нам беспокоится то? Вот многих беспокоит душа другого человека. Вот она в заблуждении, вот она в неверии, вот она в каком... Я даже знаю этого человека и знаю где его можно всегда увидеть. В зеркале. это в зеркале в гардеробе, который стоит в прихожей. Он там прям по пояс. Вот и все. Знаете, как обычно говорят, я тоже, конечно, грешный. Ну неплохо. Хоть человек понимает хотя бы как это называется, теория. Теория. Вот, но судьба другого человека беспокоит больше, чем собственная. Ну что ж, есть такая беда, называется она фарисейство. А не является это любовью к ближнему? О, нет. Ведь всегда желание помочь. Нет, 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 отец Александр. здесь нет любви. Извини уж, но я откровенно говорю. Ну, беды чужих людей не так задевают, беспокоят. А вот ближние как-то очень беспокоят. это беспокоит не беды ближних, а беспокоит дискомфорт из-за того, что я переживаю. Человек не хочет переживать. Он страдать не хочет. Поэтому хочет вокруг себя всех обратить, всех причастить, всех крестить, всех венчать, всех отпеть. тогда мне будет хорошо. Вот все, как я задумал, чтобы все отказались от своей воли и приняли мою. И тогда я буду очень доволен. это у меня крещеный, этот венчанный, этот отпетый, этому пианино осветили. В общем, все нормально. Ну, так и говорят, все сделали правильно. Одна женщина пришла, а счастья нет. Вот, и говорит, что вот умер брат, говорит, все сделали правильно, а на душе покоя нет. Вот пришла спросить, а что теперь-то еще, что-то, говорит, может, не так? Да, все не так. Потому что человек, на самом деле, он не знает, что делать-то. А он находится в таком состоянии, ему объяснить-то нельзя. А в чем причина? Ну, в причина незнания Писания. Ну, хорошо, мы ему рассказываем. И это бесполезно. Человек должен принять сердцем это. когда Христос кормил тысячи людей и при этом говорил, вот представься, оратор, Иисус Христос, но на земле не было лучшего. И что, все становились учениками? Нет. Нет. и слушали, и видели, А потом кричали распри. Ну, окаменело сердце человека. Ну, вот как. Только что вот видели, все. это вызывает, конечно, недоумение у современного читателя Евангелия, который говорит, ну, если б я там был. Ну, вот, если б я там был, я вот такого не слышал. Ну, в том пафосе, в котором люди возмущаются, вот порой. Возмущаются только от гордости, потому что это называется состоянием души высокоумия. А добродетель требует не мыслить о себе высоко. Следующий вопрос, позвольте. Ну, Кси. Во всех областях, которыми я начинаю заниматься, обычно достигаю высот. Стал христианином. Есть желание достичь святости. Плохо ли это? Это неплохо, но такое устроение, оно чрезвычайно опасно. Надо же понимать, что такое христианство, высота христианства. Это когда ты всем слуга, когда всем раб. Вот это самое оно. То есть, вот он путь к святости, если ты его хочешь достичь. Нет, это не путь, это уже вершина. Путь сначала среду и пятницу пельмешки не кушать. пельмешки этого многие уже себе достигли. Поздравляю от всей души. А дальше? А дальше рыбку не есть. И с этим справились. Отлично. все дни, кроме полиэлеменных праздников, не вкушать растительного масла. Порой люди говорят, не есть для меня не проблема. Да, говорят, но едят. С этим я встречаюсь постоянно. все-таки человеку главное пройти в понимание состояния своей собственной немощи. Но вот человек привык, что во всех его начинаниях его... А в христианстве вот недаром в древних иконах всегда обратная перспектива. Ударь вправо, поставь другую. В жизни такого не бывает. По-человечески это неудачник, если тебя так. Конечно. А Христос тоже он царем не стал. Как разбойника распяли. Ну, если смотреть, да, на жизнь Христа с точки зрения... С точки зрения человека, который во всем всегда у него успех. Правильно ли считать себя всегда недостойным перед Господом? Не приведет ли это к унынию? Да, не знаю. Может, у кого-то и приведет. В данном случае унынию будет от гордости. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие отцы. Вот такой вопрос. Есть слова в Евангелии «У Бога все живы», но есть люди, которые уже в земной жизни мертвы душой. Значит ли это, что эти люди тоже для Бога живы? И могут ли быть мертвыми душой люди, которые исповедуются, причащаются святы Христовом стаим? И в чем причина, что такие люди мертвы душой? И как исправиться таким людям, чтобы душа жила? Когда совесть умирает, тогда и душа мертвеет. Это признак омертвения души. А человек все делает механически. А может ли совесть совсем умереть? Ну, она не умирает, она так крепко-крепко засыпает. И чтобы ее разбудить, что нужно? Благодать Божия. А человеку и так хорошо. То хорошо и не надо. Каждый человек перед своим Богом стоит или падает. Но благодать Божия, она может снизойти на любого человека. Конечно. Даже не кающегося. Это тайна. Бывает так вот, человек стоит, задумался и вдруг мысль пробежала. А эта мысль была покаянная. И начинается оживительный процесс. То есть Господь, он стучится в сердце каждого человека. конечно. И иное сердце открывается для него. Да, обязательно. Иногда даже к удивлению самого человека. Конечно. Мы действительно живем в апокалиптическое время. И многие печати сняты, как пишется в книге Откровения Иоанна Богослова. Как на ваш счет наше время соответствует описанному в Новом Завете? были такие два великие старца. Иоанн пророк и в арсенофе великие. Существует вот такая толстая книга их вопросов и ответов, которые им задавали и на которые они отвечали. Люди, достигшие христианского совершенства. Вот. И некто спросил, ну я сейчас не помню в арсенофе или Иоанна, говорят, мы живем в последние времена. А это, по-моему, восьмой век или даже седьмой. Не помню точно. Он говорит, а кто не знает, что мы живем в последние времена? То есть и в то время все признаки конца они были уявлены? И даже в апостольское время. Да, апостолы думали, что вот они будут свидетелями уже второго пришествия Христова. Конечно. И все-таки Господь это время откладывает конца. Ну, это из-за церкви, есть изрядное число спасающихся. Потому что цель спасителя спасти, а не погубить. Даже когда большинство людей этого спасения не оживает. Большинство это всегда в погибель. Кто-то сказал, в газете было в одной написано, демократия в аду, а на небе царство. не даром это как возникла демократия? Это в языческом государстве. Это же чистый обман от демократия. Вот и до. Совершенно случайный процесс. В котором все антихристианское. Все от начала до конца. И такие же плоды. Даже здесь вот большинство. Большинство оно... Хотя некоторые находятся в демократических лозунгах от звуки христианских каких-то добродетелей. Ну, понимаешь, какое дело? Слышишь звон, не знаешь, где он. Можно случайно уронить это самый поставец с посудой и там услышишь безе карман. Так посыпется тарелки. Но это ничего не значит. Это случайность. Ну, это случайность людей воодушевляет. Замечательно сказал воодушевляет. И они начинают спорить, что вообще Бог един и все не все ли равно как верить. Ну, кому как. И что наши ценности это как раз и есть заповеди. Да, конечно. Ребенку полтора года настало время садиков и различных кружков. Батюшка, как правильно нам его воспитывать в этом возрасте? И православный садик или школу? Одобряете? Надо посмотреть. Все, родители боятся, что ребенок, лишенный общения со сверстниками, чего-то недополучит. В определенном возрасте. Надо родить семь человек детей, и никто не будет лишен. Ну, всегда, пока рождаются следующие, старший уже вырастает для него. Где взять общение? Смотря какого возраста он достиг? 15? Уже на работу надо идти в коллектив. А захочет учиться в институт? Ну, что ж, это, конечно, хорошо, когда у ребенка будет любовь к учебе или к труду. Так, а что еще нужно? Значит, мы научили очень главным, таким важным вещам. ну, что касается, конечно, этого научения, очень большие проблемы. Я в курсе. То, с чем люди в результате плоды, плоды своего образования детей, с чем сталкиваются, оно ужас, в ужас повергает самих родителей. Ну, ищут не того же. они гоняются за какими-нибудь фантомами. Ну, вот, кружки развития, развивающиеся какие-то. Что значит развитие? Развитие должно быть вполне целенаправленно. Что ты хочешь развить вот этим действием? Творческий потенциал. Нет, это все, это все как гармонично развитая личность, которая на двух гармониях. сразу играет. Что это такое гармонично? Это все демагогия. Этого ничего нет в природе. Надо учить конкретно. Батюшка, у нас есть вопрос еще один. Давайте ответим. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, отец Дмитрий, отец Александр. Я хотела бы задать вопрос, какая разница между молитвой в храме молитвой дома, на улице и еще где-то. И нужно ли зажигать свечу, когда молишься дома? Что значит нужно? Вот я могу сказать, где не нужно зажигать. Метро, трамвай, автобус. Вот там не нужно зажигать. А дома я хозяин, что хочу, то зажгу. С известными, конечно, предосторожностями. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в чем смысл старости для верующего и для неверующих? Ну, старость тоже как-то человек, который вроде бы уже жизнь прожил и в чем-то поумнел, а становится немощным. Это его смиряет. Подготовка к смерти, к переходу в вечность. Очень необходимая такая вещь. Но воспринимается все-таки верующими, неверующими по-разному. Ну, конечно. Один человек не обращает внимания, другой кряхтит, а третий жалуется. Все по-разному. Ну, кряхтят почти все. Только в разной степени. Ну, или так. Как дверь скрипит, любая почти, но одна громко, другая потише. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Пора заканчивать передачу. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры. До свидания. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова